А, я же говорила, да, внук оставил Алису? Алиса! Ты проснулась? Нет, я так никогда не делаю. В смысле? Я не сплю, я просто не хочу спать. Вы любите сказки? Ой, нет, уволь. Тогда можно посмотреть мультик про Незнайку, да? Нет, спасибо, я ж не маленькая. Ну, может, тогда мультик про Смешариков? Может, давай оставим мультики в покое? А почему? Мультики очень развивают внимание и мышление. Я знаю, но я уже слишком развитая, мне-то уже за 50. А что можно читать книги, чтобы быть в самом расцвете сил? Книги, думаешь, помогут? Конечно. А еще можно ходить в музей, посмотреть картины. О, это я люблю, только у нас музеев нет. Тогда можно посетить ближайший музей. А вы часто ходите в музей? Очень редко. Что же вы там делаете? Смотрите экспонаты или просто сидите и смотрите? Зачем сидеть? Ходим и смотрим. А что вам больше всего интересно в музеях? Картины, конечно. Здорово. А какие вам художники нравятся? Серов. А вы знали, что у него самая крупная коллекция картин в мире? Есть картины, которые можно сравнить с египетскими пирамидами? Знала. А вы бы хотели стать художником? Я и так художник, местный только. А чем любите рисовать? Красками или карандашами? Ну, наверное, красками. А какие цвета любите? Постельные. А есть у вас любимые сюжеты для картин? Да, цветы. Какие цветы вам нравятся больше всего? Пионы. А вы их выращиваете дома? Выращиваю. Не дома, только на даче. А можете фото выложить? Могу. Отлично. А садовод вы хороший? Надеюсь. А у вас есть садовые перчатки? Несколько даже. Окей. Они вам нужны для работы на даче? Конечно. Вы там что-то выращиваете? Ой, что я там только не выращиваю? А у вас большой сад? Двенадцать соток. А еще есть огород? Ну, как сказать, есть. А вы там выращиваете картошку? Конечно. Это же хлеб наш. А морковку посадите? Обязательно. А редиску? И редиску, и капусту. А еще лук? Обязательно. Лук, горох, фасоль. А кукурузу? И кукурузу. А еще тыкву? Тыква всегда есть. А еще капачки? Ой, их полно-полно, конечно. А салат сделать не хотите? Хочу. С майонезом? Со сметаной. А укроп и петрушку хотите добавить? Конечно, хочу, Алиса. А что еще вы любите кушать? Кушать ее я вкусно, я люблю все кушать вкусное. Приятного аппетита. Оливьешку? Спасибо. Можно, но на Новый год. Где отмечать собираетесь? Вот строю планы. В столице буду отмечать. Отлично. Я с вами. Построим маршрут или пойдем наугад? Построим маршрут. Куда? Никарагу. К сожалению, я не понимаю, как добраться до Монагуа. Давайте заново. А, ну тогда... Ну, тогда давай поедем в Антарктиду. С удовольствием. У вас там родственники живут? Да. Пингвины. А вы давно видели пингвинов вживую? Ни разу не видела. Я тоже не видела, но читала об их красоте. А пингвины умеют разговаривать? Ну, нет, конечно. Жаль. А вы видели их в зоопарке? Да. Вот бы посмотреть. А вы видели морских котиков? Да. А вы знали, что они умеют спать даже на боку? Они переворачиваются на другой только тогда, когда чувствуют себя в безопасности. Да. А еще они любят нырять и подолгу плавать среди водорослей. Представляете? Представляю, Алиса. Давай поговорим о чем-нибудь женском. Как вам тема о косметике? О, классная. Я тоже так считаю. Какие бренды вы любите больше всего? Шанель? Алиса? Бренды. Какие есть косметики хорошие? Нашла ответ на vanverzain.com Слушайте. Artvisage. Одна из самых известных российских марок декоративной косметики, которой, пожалуй, можно простить, бесстыдно срисованный с Джорджио Армани логотип. Главная ее фишка – изготовление косметики на заказ. Если вы давно ищите зеленый блеск для губ, желтую помаду или тени особенного оттенка, можно обратиться в лабораторию Artvisage и за 400-450 рублей получить искомое. Спасибо, Алиса. Рада, что смогла помочь. Если хотите узнать обо мне больше, спросите, что ты умеешь. Алиса, ты иноагент? Нет, я могу не быть агентом, но я учусь у людей и очень стараюсь быть лучше. А вы любите косметику? Люблю. Вы мне тоже глубоко симпатичны. Спасибо. Стараюсь. Все, пока, Алисас. Отдыхай.